Координационный совет общественных объединений создан в 2007 году. Его работа до сих пор не теряет своей актуальности. Здесь собраны лидеры общественного мнения, руководители всех общественных организаций Ленинского района. Они помогают донести до власти нужды жителей, активно принимают участие во всех мероприятиях, являются двигателем гражданской позиции. Первое после летних каникул заседания посетил глава муниципалитета. И, вспоминая о становлении Координационного совета, можно с уверенностью сказать, что на тот период и, в принципе, по сегодняшний день это единственное муниципальное образование, Ленинский муниципальный район, который решился на такое и который создал Координационный совет. Здесь появляется площадка, на которой обсуждаются различного рода проблемы нашего района вне зависимости от политической принадлежности, вне зависимости от возрастного ценза. То есть здесь достаточно такая демократическая общественная площадка, на которой каждый из участников волен задавать те вопросы, которые он считает необходимыми. К нам стало прибавляться все больше и больше общественных организаций. На сегодняшний день у нас 33. В составе Координационного совета пополнения на этом заседании была принята новая общественная организация. Заявки подали еще две. В начале лета в совете сменился руководитель. Им стал председатель местной татарской национально-культурной автономии Ленинского района Фелик Жамалиев. В новом статусе он нацелен продолжать активную работу на благо жителей. Я, конечно, волнуюсь. Это первое мое заседание в такой статусе. Попробуем, а там посмотрим. Настрой всегда позитивный. Первый и самый важный вопрос повестки дня – планомерное внедрение инициативного бюджетирования на территории Ленинского района. С докладом по данной теме выступила начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Она пояснила, что это участие самого населения в определении приоритетов расходования, формирования и осуществления контроля за реализацией бюджетных средств. Оно имеет разные виды. Каждый субъект России выбирает свой. Как реализуется инициативное бюджетирование в Ленинском районе? Граждане по месту своего проживания, по месту своего нахождения, будь то микрорайон, будь то группа домов, будь то сельский населенный пункт, собираются и обсуждают, что бы они хотели, какой проект на территории реализовать. На эти обсуждения приглашаются представители органов местного самоуправления. Решение о том, какой проект признать победителем, принимает уже не администрация, принимает конкурсная комиссия. К реализации принимаются проекты, стоимость которых не превышает 3 миллиона рублей. Следующий вопрос повестки – программа мероприятий Дня Ленинского района и города Видное. Мы активно стали восстанавливать некие традиции, как проведение Дня улиц. У нас появилась хорошая программа «Наш двор». Активно ее проводит наш районный совет молодежи, территориальный совет молодежи, в том числе по поселению. Для информации скажу, что перед тем, как провести поселение Молковское, допустим, в Молковском праздник, День поселения, они проводят еще мероприятия по деревням и селам. Таким образом, до 8 сентября на многих территориях Ленинского района пройдут Дни поселений, которые будут включать различные праздничные мероприятия. А во вторую субботу сентября жители муниципалитета смогут собраться все вместе на масштабном мероприятии в самом сердце районного центра. Члены Координационного совета традиционно принимают активное участие в организации всех торжеств. Юлия Погася, Николай Карбанов, Ольга Садовская, ВиднетВ.